Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в еврозоне. Мы их ожидаем в 10.00 по GMT. Согласно прогнозам, инфляция в еврозоне в прошлом месяце останется на отметке 24% в годовом выражении. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает такие волатильные компоненты, как цены на энергоносители и продовольственные товары, будет держаться на отметке 3,6%. Если в целом характеризовать показатели инфляции, снижение темпов инфляционного давления, по сути, не происходит в последнее время. И, значит, риторика Европейского центрального банка, которая нам знакома по итогам заседания ЕЦБ с прошлой недели, то, что ставку нужно удерживать высоко, поскольку не достигнут еще достаточный прогресс в ослаблении инфляционного давления. Эта риторика, она приобретает смысл. Мы понимаем то, что у ЕЦБ действительно пока что нет возможности для того, чтобы последовать быстро за Федрезервом. И тоже начать сменчать экономическую политику. Я подвожу к тому, что в этих условиях, в такой ситуации у главного валютного риска вполне есть еще возможности выйти на новые локальные максимумы. Вчера, кстати, на вебинаре мы подробно обсуждали перспективы пары евро-доллар и пришли к выводу, что у этого инструмента есть потенциал роста вплоть до отметки 1,12. Это даже ожидание, скажем, не долгосрочного характера, а очень даже среднесрочного, которые могут реализоваться раньше, чем позже. Также сегодня на повестке экономического календаря данные по рынку недвижимости. В США в 13.30 по GMT. Каждый отчет американского происхождения сейчас должен анализироваться нами с особым вниманием, потому что мы должны получить больше свидетельства негативного влияния на экономику высокой процентной ставки, потому что все-таки закладываемся под то, что первое смягчение монетарной политики может произойти в марте. И это произойдет, если у Федрезерва будет больше оснований для того, чтобы начать отказываться от жесткой монетарной политики, хотя здесь я немного опущу формировку начать отказываться от жесткой монетарной политики, потому что это уже произошло по итогам заседания Федрезерва, которое состоялось на прошлой неделе. И сегодня еще в 21.30 по GMT отчет от Американского института нефти по запасам, релиз, который предваряет официальные данные от администрации энергетической информации. Давайте по порядку. Индекс доллара 102.17, ситуация особо не меняется, потому что рынок продолжает вариться в итогах заседания Федрезерва, и я внуждается в появлении каких-то дополнительных новостных триггеров, которыми могут выступить фундаментальные отчеты. На этой неделе основная статистика у нас смещена на среду и пятницу по США. Поэтому придется, друзья, подождать. Но не забывайте, что мы вчера не просто так сделали акцент на высокую вероятность рождественского ралли, ралли Санта-Клауса, который все еще вероятно не может произойти. Хотя не будет ошибкой, если мы скажем, что это ралли началось еще на прошлой неделе по постфактум итогов заседания ЕЦБ, Федрезерва и Банка Англии. Текущие котировки 102.17, я думаю, что это не пределы еще в этом году для ослабления курса американского доллара. Мне бы хотелось как продавцу увидеть этот инструмент еще ниже. Есть для этого все условия, но при этом я абсолютно не расстроюсь, если рынок уйдет на коррекцию и возьмем какое-то время, чтобы накопить силы для следующего рывка вниз, который в этом случае уже с большой долей вероятности будет предполагать тестирование поддержки 100 пунктов ровно. Из фундаментальных отчетов, значимых в последнее время, стоит отметить только лишь индекс PMI производственного сектора, который вышел в пятницу, мы о нем говорили ранее, то, что было зафиксировано очередное снижение с 49,4 до 48,2. В целом промсектор остается в зоне стагнации уже три месяца подряд. На комментарии чиновников Федрезерва я пока не советую вам распылять ваше внимание, потому что это лишь такие околорынчные суждения представителей, которые особо и не ответственны за то решение, которое было принято. Голосующие члены еще не высказывались, хотя на заседании Федрезерва практически, точнее все проголосовали за то, что нет оснований для дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. В общем, по доллару ждем данные по ВВП в среду, личные доходы, личные расходы, заказы на товар длительного пользования. Это статистика уже в пятницу. И в случае выхода слабых данных, поверьте, друзья, мы получим с вами еще один весомый и значимый триггер для рынка, чтобы попробовать отправить индекс доллара пониже текущих значений. Золото 2023 доллара за тройскую унсу. Смотрим на сантимент. Пока что значения не соответствуют экстремумам, к которым мы привыкли. Не 30.70, не 20.80, но все начинается с 40.60 текущего распределения покупателей и продавцов. Фон остается прежним, доллар под давлением, десятилетки тоже под давлением. Очень высокие показатели корреляции с долларом, собственно, прямая корреляция с доходностями обратной. Поэтому, в частности, та риторика, которую мы с вами получили от Федрезерва на прошлой неделе, создала идеальные условия для роста золота, для возвращения этого актива к локальным максимумам, может быть, даже и не только локальным. И, я думаю, то, что нужно удерживать сейчас лонги с целями 2,50 и выше. Европейская валюта 1,0920. По последним опросам рейтерса, Европейский центральный банк вообще не будет обдумывать возможность корректировки ключевой процентной ставки до следующего полугодия, точнее, до второго полугодия 2024 года. То есть, если провести, опять же, параллель с потенциальными действиями Федрезерва, который может начать корректировать процентную ставку уже в конце первого квартала, у евро все еще есть потенциал для развития восходящей динамики. Британская валюта против доллара 1,2660. От текущей котировки будет очень много отчетов по английской экономике на этой неделе. В среду ждем данные по индексу потребительских цен. В пятницу отчеты по ВВП и роничным продажам. То есть, и в отношении фунта трейдерам нужны дополнительные триггеры для развития восходящей динамики. Кстати, касательно роничных продаж. Ожидается повышение показателей на 0,4% после роста на 0,3% в предыдущем периоде. До этого у нас были сильные данные по деловой активности в сфере услуг. В частности, индекс остается в зоне роста и существенно выше показателя 50-52,7. Рост за последний месяц с 59. Композитный индекс тоже оказался в зоне роста. Это все предпосылки для усиления инфляционного давления. Ну или, по крайней мере, для того, чтобы инфляция не снижалась так быстро, как хотелось бы Банку Англии. Вспоминаем риторику британского регулятора, что нужно в текущих условиях просто необходимо проводить жесткую монетарную политику. И то, что трое из девятигласующих членов Банка Англии ранее уже поддержали идею того, что нужно снова поднять процентную ставку. И думаю, что в таких условиях фунт позволит оказать на себя давление американскому конкуренту. Скорее всего, будет наоборот. И британская валюта будет использовать по максимуму текущие возможности, связанные с перспективой ужесточения национальной монетарной политики. Цели 1,28 и потенциально выше. Американские фонды в рынок почти каждый день. Это значение, которое соответствует историческим максимумам или около того. 4,793 пункта по S&P. Наша цель 4,800 и выше. Австралийцы против доллара 0,6722 буквально совсем недавно, несколько часов назад, вышли протоколы заседания Резервного банка Австралии. Как и ожидалось, в них явно содержатся намеки на то, что Резервный банк Австралии может в первом квартале поднять процентную ставку до 4,6%. И ожидания этого, учитывая то, что произойдет относительно скоро, я думаю, могут обеспечить рост пары австралийцев против доллара до отметки 0,68 и выше. Что касается рынка нефти, 78 долларов за баррель. Сейчас трейдеры отыгрывают последние новости сообщения вице-спикера России Александра Новука о том, что Россия может дополнительно снизить экспортные поставки нефти уже с декабря на 50 тысяч баррелей в сутки. Ну и все следят, конечно же, за развитием событий на Ближнем Востоке, скажем так, из-за участившихся нападений на суда в Красном море, которые отказываются сейчас пересекать Советский канал. Это создает риски перебоев поставок, ну и, конечно же, влияет на цену на нефть. Но еще раз напомню, что я не могу позволить себе, учитывая какой большой акцент я делал на рыночный сантимент, сейчас присоединиться к толпе и покупать нефть на этом фоне. Большинство трейдеров как раз сейчас находятся в длинных позициях и до тех пор, пока позиционирование не изменится, все-таки шорт будет, на мой взгляд, в большем приоритете. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!